Вообще не понимаешь, что ты крутишь? Воздух или что? Просто вообще космос. Кноп... Он просто, не знаю, он из воздуха что сделал? Это вообще какая-то воздушная. Люфта нету, просто его нету. Друзья мои, у нас сегодня спонтанное видео. Мы в гостях компании Норберг. И вот с Василием мы подружились на выставке, и он мне обещал сделать небольшой репортаж. Спонтанный, у нас не стало, ничего нету, просто рюмин проезжал. Но он сюда перебросил очень интересные катушки. Это новая Текота, обновленная версия. И катушка Транкс. Правильно? Транкс? Да, Транкс. Она очень меня заинтересовала тем, что имеется три размера таких катушек. 301, 401 и 401. Вот эта самая маленькая, это малыш 301, но даже этот малыш уже подходит для нашего вида ловли. Для троллинга в один спиннинг, со спиннингом в руке. Также эта катушка, в принципе, предназначена, конечно, для джерковой ловли. Но если взять размером побольше, скажем, 401 или 501, я думаю, что любители нашего вида ловли тоже это оценят. Итак, Василий, расскажите, пожалуйста, что можете такого рассказать про них интересного, если какие-то есть подлодные камни, какие-то секреты? Ну, значит, хотелось бы начать, естественно, с катушки Тикота. Модель Тикота на российском рынке представлена уже довольно-таки давно. Любители троллинга ее полюбили тоже довольно-таки давно. Но и эта катушка примечательна, прежде всего, тем, что здесь есть наличие счетчика. То есть наличие счетчика упрощает троллинговую рубалку, позволяет лучше контролировать переманку, длину отпуска, тем самым меняя глубину. Он метровый или футовый? Счетчик здесь стоит метровый. В принципе, есть модификации футовые и метровые. Но так как мы живем в метрической системе, мы заказываем на российский рынок только метровую. Раньше одной из самых больших, главных, болей данных катушек Тикота были то, что они были только праворукие. Так как это мультипликаторная катушка, ручка здесь не перебрасывается, как на обычной мясорубке. Катушка, все катушки были праворукие. Изначально это, скажем так, было обусловлено тем, что это катушка для морской рыбалки, для ловли в отвес. И там люди, как правило, приюты правому. Потому что удобно, когда мы держим спиннинг на стакане, на поясе, нам проще левой рукой качать, а правой рукой выматывать. Ну это просто даже какой-то, не знаю. А когда мы ловим со спиннингом в руке, нам проще спиннинг держать правой рукой, а крутить левой. Ну опять же, кому как. Ну и вот, подмечая это, компания Шамана выписала как раз Тикоту. В обновленной версии Тикоты их вышло в двух хипостасиях. Левой руки и правой руки. Соответственно, праворуки это для тех, кто любит крутить правой рукой, там на троллинге, на отвес на блеснении, на каких-то таких рыбалках морских. Или же для тех, кто любит ли троллинг, как в нашем случае, леворукие модификации. Вот как раз в данный момент у меня находится в руках леворукая модификация. И моделька эта 300-ая тоже получается? Да, модель эта 500-ая, вышла они в двух размерах. Была раньше 300-400, 500-600-700. 300-400-500 были примерно в одинаковых корпусах, только были пошире и поуже. Сейчас же линейка стала более модифицированной, стал 500-ый и 600-ый размер. Они уже друг от друга, конечно, отличаются глобально. Я не додумался второй размер привезти. Я думаю, в следующий раз, когда Илья к нам приедет, мы привезем вторую катушку, чтобы это уже нагляднее представлять, что такое 500-600 размер. Ну вот, в принципе, тактильно, да, визуально катушка очень такая силовая, в принципе, в духе текоты. То есть, как старая, добрая текота раньше была, так, в принципе, она осталась. Единственное, конечно, она, мне кажется, дизайном стала поинтереснее. Большая ручка, большой кнопок, самов будет тягать отлично. Ну да, то есть, здесь основные, скажем так, ну, главное изменение, да, что появилась леворукая модель и, ну, дизайн, в любом случае, не стоит на месте и хочется людям видеть более обновленные, скажем так, выглядящие более современные катушки. Вот текота, как раз-таки, это такой классический фейслифтинг с, скажем так, в леворуком исполнением. Вот, в принципе, катушки не дешевые и хотелось бы, не знаю, производителей попросить, чтобы вот туда делали какие-то накладочки резиновые. Я видел у некоторых производителей, у некоторых катушек, делали такие, да, антискользящие, чтобы штурм не прокручивался, чтобы не подматывать сюда ни такой пластырь, ни какие-то вещички. Вот, уже сразу можно было сюда вмонтировать какую-нибудь резиновую такую вставочку и было бы очень замечательно. Почему не делают? Ни Дайва, ни Шамана, не понятно. Ну, донесем, я думаю, что это не очень большая проблема и я думаю, что это все реально. Катушка классная. Ну, иступим ко второй катушке, чем ходить вокруг да около, тереть все искусство порожнее. Расскажи что-нибудь про эти замечательного малыша и, ну, что еще ты можешь про них рассказать. Да. Ну, Trance является абсолютно новой катушкой на мировом рынке, то есть она вышла два года назад в 501 размере, наоборот, самым большом. Изначально все мы привыкли с вами видеть мультипликаторные катушки двух формаций, скажем так. Это мыльницы и бочонки. И, соответственно, было такое, скажем так, негласное разделение, больше рыбацкое, наверное, да. Ну, и оно и в жизни имело свой вес, что мыльницы, как правило, работают с весами там до 30 грамм, до 35, ну, в классическом исполнении, да. А бочонки – это уже катушки для более, скажем так, тяжелых приманок, тяжелых условий крупной рыбы, да, то есть, ну, условно, там от 20 и выше. Вот. Естественно, со временем стали появляться большие мыльницы, маленькие бочонки, какие-то переходные модели и так далее. И вот Транкс – это классическая вот такой мультипликатор, который встал посередине, четко между мыльницей и бочонком. То есть, по своему профилю это классическая мыльница, но по своей внутрянке, по расположению, по эргономике это классический бочонок. То есть, эта катушка не предназначена для заброса легких каких-то приманок, там, 5, 7, 10, 15 грамм. Ни в коем случае, эта приманка, вот я не зря сюда поставил такой джеркбейт весом 80 грамм, не изменяет даже 83 грамм. Вот эта модель Транкс, она как раз изначально была предназначена для ловли крупными джеркбейтами, крупными приманками крупной щуки. Сейчас же компания Шаман идет к тому, что делает, сделала более-менший размер, как раз-таки по запросам рыболовов, чтобы ловить уже не супер крупными приманками, а, допустим, там, что-то 160 джеркбейтом. Да, в обер 13 сантиметров это джеркбейт или нет? То есть, тут такое уже. Сейчас вообще очень модно, на самом деле, вот эти середнячки создавать. Да, да, да. Сейчас вот такая популярная такая. Ну да, потому что джеркбейты стали меньше, приманки стали крупнее, что люди все время что-то ищут новое. И вот Транкс это как раз-таки катушка, которая предназначена для ловли крупные приманки. Здесь стоит холмикованная передача Hagan и Gear. Катушка защищена по технологии Core Protect, она влагозащитна, то есть она не боится попадания внутрь ни воды, ни пыли, и, возможно, использования даже в морской воде. Проблем здесь с этим никаких нет. Ну и, опять же, катушку, то, что мы представим на российском рынке, это в 301-ом исполнении именно леворуку. Потому что он... А выше катушку, 41-й? И 500-й, они тоже леворуки. То есть, у Shimano все, что заканчивается на 0, это леворука. Все, что заканчивается на 1, это леворука. То, что заканчивается на 0, это праворука. А, это вообще у них испокон веков. Это испокон веков, да. Это во всех мультипликаторах, то есть, тикоты, 501-я леворука, 500-я будет точно такая же, что в праворуку. То есть, это во всех. Ну, это как у Cardiff, то же самое, 401-й или 400-й. Да, да, да. Cardiff, Carvalius во всех мультипликаторных катушках, они вот, эта система, она работает и еле-хула. Многие, кстати, меня спрашивают про Carvalius, вообще, насколько, допустим, надежная катушка, потому что она дешевле стоит, Cardiff. И вот к этой теме было бы тоже интересно сделать, помните, видео бы и сравнить Cardiff и Carvalius. Ну, Cardiff – это металлическая катушка изначально, металлический корпус идет, то есть, корпус более жесткий. Шестеренка там, да, 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 там большая, шестеренка, да, то есть, скажем так, для чего нужен жесткий корпус? Жесткий корпус нужен для того, чтобы сохранять внутренности катушки в том виде, в котором их запроектировали, да, то есть, в любом случае, проектируют все катушки в статике. Потом уже во время рыбалки, конечно же, корпус может вести, еще что-то, и тем самым механизм будет изнашиваться быстрее. Соответственно, чем жестче корпус, тем внутренний механизм катушки будет работать четче, надежнее и долговечче. Все-таки металлический корпус, хоть он тяжелее, но он лучше. Ну, тут, опять же-таки, получаются такие вещи, что, ну, есть какие-то такие вещи, да, допустим, там, ловли головля, да, ну, там, небольшие нагрузки, зачем там тяжелый металлический корпус, там хочется катушку полегче. Да, или там, ловли форели, да, там, на легкие приманки, тоже, конечно, не хочется снасть перегружать. А если мы говорим о том, что нам нужна тяжелая, добротная катушка, да, тогда все-таки... Ну, вот тогда вопрос здесь. Почему они ушли тогда от металла? Она же была металлическая. Нет, она всегда была пластиковая. Пластиковая была? Тикота всегда была. Материал корпуса не изменился, материал корпуса тот же самый остался. Дизайн только не могут, цвету не как бы, да? Да, 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 и это больше дизайнерские изменения здесь. По поводу влагостойкости. Очень много интересного сказал, что, допустим, он даже к соленой воде, там, к морской воле, а эта катушка? Тикота менее, скажем так, ну, изначально это мультипликатор для соленой воды, он изначально был сделан для соленой воды. Да, да, то есть здесь стоят все подшипники коррозионостойкие и кранированные, то есть чтобы внутрь вода не попадала. Но вот мы когда общались с коллегами из Шимана, они говорят, что после применения в соленой воде, любой катушки в соленой воде, ее лучше помыть струей. То есть как бы она защищена не была? Как бы она защищена не была, вот, то есть катушку, ну, в любом случае, катушку, если вот в морской воде ее там ловили или уронили, дай бог, ее лучше промыть пресной водой. И, в идеале, там, раз в сезону свалить. Ну, это классическое. Так вот, то и сделать. То есть по защищенности, в принципе, получается, тракс намного лучше защищен, да? Транкс получше защищен, да, тракс получше защищен, пыли вообще не боится. То есть, если в текотах, у нас текоты очень любят использовать в Астрахани, на Тровине, вот, и я и в нашем сервисном центре видел, и так вот встречался несколько раз, когда текоты просто умирали от песка. Вот, когда астраханский песочек... То есть, это будет получше. Да, да, когда астраханский песочек дует, конечно, много. То есть технология Компротекта – это лабиринтная система, то есть корпус там не наплотную друг другу прилегает, а есть определенная лабиринтная система, с помощью которой достигается как раз-таки вот эта высокая защита от попадания внутрь влаги и песка. Ну, опять же-таки, да, надо понимать, что есть конструктивные особенности определенные, да, то есть у любого мультипликатора, да, есть открытые механизмы. То есть это червяк, куда будешь в любом, куда попадать песок, да, и от этого мы никуда не идем. И это педалька, да. То есть здесь, в данном случае, можно посмотреть, защищена, стоит пластиковая прокладка, то есть внутрь напрямую ничего не попадает, но все же, то есть в этом отношении безракционную катушку проще защитить от попадания внутрь влаги. Это, да, мультов болезнь, разведка, чебельчочек, да, и беда. Да, 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 они стачиваются. Именно вот мелкий песок, астраханский наш, он, конечно, отрывает корпус. Открывает корпус? Да. Вот, он как раз-таки вот убивает червяки. Открывается, ну, как? Да, он открывается, то есть там, там, данная катушка, то есть текут, это катушки не для забросов, для троллинга. Нажал педальку, в данном случае, там, да, рычажок отпустил, да, в шпуле получил свободный ход, у тебя леска уходит. Здесь же есть, ну, и, соответственно, две настройки, да, настройка плавности хода шпули и звезда, осевой тормоз, да, да, осевой тормоз и звезда, как фрикцион. В этой же катушке, так как эта катушка сделана для заброса, это бросковый муль, здесь три системы тормозов, осевой, звезда и центровежный классический. Открывается, катушка на шесть сухариков, соответственно, чем больше, чем более объемная приманка, тем надо больше сухариков поднять. То есть, если это кассмастер, грубо говоря, да, выбираем все. Если это какая-то крупная приманка, нужно поднять все сухарики, чтобы в последний момент заброса, в последней фазе заброса у вас шпуля подтормаживалась и не образовывалась. Выдымаются они вот на эти пластинки, да? Да, 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 они сверху. Чем выше, тем... А там два положения, вверх, вниз, все, ничего нет. И, опять же, хотелось бы уточнить, что сухарики будут работать в тот момент, когда у вас поднята пара. Что интересно, производитель указывает 10 килограмм на затянутую фрикцион. Это довольно-таки внушительная цифра. Передачное число 5,8. Тоже неплохо. То есть, катушка, в принципе, для своего такого маленького размера, она довольно-таки силовая. Ручка у данной катушки между кнопками имеет приблизительно 11 сантиметров расстояния. Я не знаю, точно как это замеряется, но вот мы вам показали, что где-то 11 сантиметров. То есть, ручка довольно-таки длинная. То есть, рычаг довольно-таки хороший. При своем маленьком размере катушка имеет право быть силовой катушкой. При своем маленьком размере катушка претендует... Катушка, в принципе, силовая. При своем маленьком размере. Я не знаю, что еще сказать. Ты включаешь любую чашу? Включил сейчас. Тогда это было включено. Сереж, что там косарезишь? При своем маленьком размере катушка вполне даже силовая. Если взять еще размерчик, скажем, не 300-й, а 400-й и 500-й, то я говорю, в принципе, ну, я думаю, что любого сама она заарканит, подымет. Понравилась мне катушка, очень хорошая. Очень хорошая. Мне очень понравилась. Хотя не имеет четчика. Так, слушай, Василий, расскажи еще про новинки-то. У тебя получается новая воблер. Это тоже 2019 года, да? Да, вот это как раз-таки на век 2019 года Россия славится своими, скажем так, троллинговыми традициями именно Нижней Волги. Так не ловят ни в одной европейской практически стране, и финны тем более не ловят. И мы их, они видят наши хорошие результаты в продаже воблеров в Толденсер. И специально к этому году, в 2019 году они увидят специальную модель. Это Толденсер в большом размере, с большой лопатой. Здесь лопата позволяет заглубляться данному воблеру до 12 метров, как написано на упаковке. Естественно, эта глубина может варьироваться от того протечения ловите, против течения, толщина плетенки, дальность отпуска лески. Ну, я думаю, визуально где-то он уйдет метров 12 точно, а то может быть даже на 14. То есть, это размер тела в 13 сантиметров, ну и вес 42 грамма. Довольно-таки, так, крупная, тяжелая приманка для ловли трофейного, я думаю, судака, сома, щуки. Да, я думаю, что основная цель это будет, наверное, все-таки судак, щука и сон. По Волге, по Ахтубе могу сказать точно, наверное, судак не пройдет мимо трофейной. То есть, будут на него удары, поклевки. И тот же самый сом, я думаю, не откажется. В принципе, вообще, эта модель, она славится собой тем, что, в принципе, вообще изначально почему-то трофейный судак ее предпочитают очень довольно-таки неплохо. Хотя я в своих видео показываю крайне мало. Ну, наверное, это связано опять же с тем, что поклевки, может быть, не такие частые, да, не так часто поклевывает судак, но если поклевывает, почему-то очень трофейный. И многие рыбаки не дадут соврать, что именно на Телденсер, да, зачастую, зачастую почему-то попадается сом. Не знаю. И вот такой размер, такой размер, я думаю, что поклонников Телденсера, он порадует. Телденсер представлен в громадной цветовой линейке. Мне нравятся вот эти цвета. Это классический цвет, который берется по Ахтубе. Всегда работает. Я не знаю, что судаку нравится, но сочетание желтого, вот это вот пятнушко рыжего, или может быть пузо полностью рыжие, да. И вот этот цвет, я даже не знаю, какой цвет, даже не синий, да, но не голубой, а какой-то он цвет морской волны, я не знаю. Потому что если синяя была спина, то вот не такие поклевки, а вот именно вот такой какой-то вот нежно-голубой, чтобы даже не голубой, я даже не знаю, какой цвет. Какой-то цвет. Вот такой цвет вообще по судаку нахтуб очень хорошо работает. Также вот опять же, рыжая пузо, желтые бока и темная, темная, допустим, спина. Ну, в данный момент она не черная, а такая фиолетовая. Тоже вот этот цвет по судаку рекомендуется. Ну, и рыжий цвет, морковь. Это, допустим, иногда выстреливают тогда, когда никакие другие цвета не выстреливают по какой-то причине. Этот цвет, который мы изначально показывали, он привлекательный будет судака тем, что у него серебристый бок. Именно серебристый, как, допустим, всеми полюбившиеся, да, у Бандита 31. Вот опять же, рыжая пузо, классика такая, да. Ну, желтая спина, я не знаю, я особо в желтой спине сильно как-то так никогда не присматривался и не знаю, там, ловят или не ловят. Хотя есть у определенных других приманок, тоже, как бы, сейчас не будем называть, но где желтая спина работает очень хорошо. Ну, в принципе, с удачей такие цвета. А так, вообще, сейчас мы подойдем и покажем вам остальные цвета. Очень много, небольшой диапазон. Ну, это если брать по судаку. По самому, может быть, даже брать что-нибудь надо потемнее, там, да, позеленее. Хотя, кто, наверное, на что-то растает, кто больше, наверное, какую-то приманку, какой-то цвет оконает, наверное, на ту приманку на тот цвет и ловит больше. Так, и вот интересная приманка еще стоит у нас, X-Rab Pet Top, да, или Pet Top. Это приманка X-Rab Pet Top, это крупный джеркбейт, состоит из двух частей, это жесткая голова и мягкий хвост. Вес на 83 грамма, длина 20 сантиметров, горизонт, примерный слой воды, где она хорошо работает, это от метра до полуметра. Она плавающая, тонущая? Она суспендер, медленный тонущий. Класс. Ну и, соответственно, состоит она из... Вставляется с двумя хвостами, такие хвосты мягкие, пахнет резиной. Резина упругая, что ли? Да, резина упругая, то есть, жесткое тело. С пластиковой. Погремушка внутри, то есть, такой классический джерк для крупной щуки. Кстати, хочу я попробую тоже ловить на джерке. Ни разу не ловил больше джек, колебалки, троллинг, голуля помочь погонять. А вот с джерками ни разу меня судьба не сводила. Думаю, в ближайшее время тоже уверить этому времени. Интересная штука такая, интересная. Интересно, насколько только сами хвосты будут долговечны? Ну, хвосты довольно-таки долговечны и их также можно отдельно приобрести. Ладно, друзья мои, мы, наверное, ставим какую-то такую точку. Запятую нам лучше. Или, да правильно, поставим запятую многоточие. Вот, и еще раз обязательно мы забежим в гости в компании Нормрак и с Василием на какие-нибудь интересные темы поговорим. Кстати, если какие-то темы хотите обсудить, что-то, допустим, что Василий, допустим, расскажет там, что мы вместе с ним расскажем, то пишите в комментариях. Мы прислушаемся, посмотрим, да, и, возможно, эти темы и затронем. Ну, как-то так. Все. Всем удачи. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Поехали. Блин, короче, опять хотели уходить. Подошли к катушке, что-то заговорили о них там, что-то рассказать о следующем, еще чего-то. И наткнулись на Стеллу. Друзья мои, это космос. Просто космос. Я не чувствую вообще в руках, если накрутили вот так ночью. Вообще не понимаешь, что ты крутишь. Воздух или что? Просто вообще космос. Кноп. Он просто, не знаю, он из воздуха что сделал. Это вообще какая-то воздушная. Люфта нету. Просто его нету. Ему нету лифта. Это космос какой-то. Да, и цена космоса. Ну, это топовая катушка. Космические технологии с космическими ценами. И цену скажите? Стрендец. Ну, это вообще, если ее на нее кто-то наступит, я сейчас здесь убью. Просто. Вот так. Нет, такие катушки надо, не знаю, наверное, в уединение ловить на них. С птичками. Ну, в Стелле, в принципе, здесь применены все последние технологии Шимана, которые они добились. Почти даже не шубит. В катушкостроении, да. Во-первых, она очень легкая. Просто она настолько легкая. Я даже не знаю, когда я ее взял в руки, то есть, ну, после какого-то мульта, я не знаю. Смотрите. Смотрите. Бомбы. Ну, Ванка, еще легче. Да? А она есть здесь? Здесь нет. Ну, слава богу, а то у баса еще задержался? Я прикоснулся к Стелле. Ладно. Живи дальше на стенде. Ха-ха-ха. 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 На смысле? Космические. Все, нафиг буду уходить. Из вчера до 100%, цеб�рая по 10 дугаму. Как святые штук-sanки? Оstan просто показывает,ка. Космические. Редактор исходя, или линиевы, ого! Убийти. Продолжение следует...